Что государство может требовать за свои деньги от исполнителя и чьи это на самом деле деньги? Спойлер, налогоплательщиков, а не государства. Вправляем мозги с помощью нового видео Кирилла по ссылке. Приятного. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов о владельцах автоматов Боярка. Каждый человек стремится выжить. Это бизнес, причем малый бизнес. Молодец Анатолий Артамонов поставить его перед этими мужиками, которых я делал репортаж, которых Боярка уничтожила, сделала из них живых скелетов. И Путина рядом поставить и попросить Анатолия Артамона повторить про то, что Боярка это малый бизнес. И про то, что каждый человек стремится выжить. Это бизнес. Нашли какой бизнес поддерживать. И Боярка продается не только в Калужской области, еще и в куче других областей России. Свердловской, например. Просто как пять копеек. Боярышник в Новоуральске теперь доступен даже детям. В городе появилось два алкомата, продающие спиртовую настойку. Местным алкоголикам ноу-хау сразу же пришлось по вкусу. Говорят, это и дешевле, чем в аптеке, и купить можно круглосуточно. Главное не увлекаться. По словам бывалых, это редкостная отрава. Но речь сегодня о поддержке малого бизнеса, который базируется на геноциде русского населения. Речь о тех, кто из России сваливает вместе с детьми, попутно кукарекая про патриотизм, про то, что надо бороться с Западом против него, проклятого, как следует сплотиться всей Россиюшкой. И такие люди любят очень говорить. Например, Сергей Железняк. Чудесное видео про него от ФБК. Любимого всеми лицемера от Единой России. Обязательно к просмотру по ссылочке. Там подробно разбирается, как Железняк ухитряется и Запад отборным дерьмищем поливать, и дочек там учить, и пристраивать их на работу. Молодец, Железняк! Ну и, конечно, второй в списке великих патриотов, которые решили свалить за границу, это Павел Воля, который недавно официально всех уведомил, что в Испанию переезжает вместе с семьей, с ребенком. Это здорово! Я завидую Павлу Воле искренне. Мне непонятно просто, что он делает в Испании. Ведь деньги-то он свои зарабатывает на обсирании этого самого Запада. А Испания такой же сатылит США, как и многие другие страны. Поэтому непонятно. Павел Воля почему-то решил свалить в Испанию, попутно приезжая сюда в Россию зарабатывать деньги, с кукареками про патриотизм, но жить в Испании. Значит, они сказали, что климат не подходит им российский, поэтому они в Испанию поехали. Здорово! Надо запомнить, когда кого-нибудь патриота очередного, который свалит из Россиюшки, будут спрашивать, «А что вы уехали? Как же так? Вы всю жизнь поливали дерьмом США, Запад». Вот как Задорнов там, допустим, поливал-поливал дерьмом Европу восточную, в частности, Прибалтику, и свалил туда лечиться еще и без вопросов. Сказал, я не буду ничего комментировать. Потом сказал, что там, оказывается, советские врачи остались в Прибалтике. Ну, то есть, у человека уже, судя по всему, там какие-то психические отклонения пошли. Но у Воли-то у него была отмазка про климат. То есть, Сочи тебя не устраивает, Крым тебя не устраивает, Дагестан с Чечней, где тепло, тебя не устраивает. Странно. Странно, но я понимаю, что, конечно, Павел Воли не хочет для своей дочки или сына, не читал, мне неинтересно, судьбы большинства российских детей, которые учатся в наших школах, ходят в наши поликлиники. Он хочет, чтобы девочка росла, так же, как Железняк хочет, чтобы его девочки росли в комфортной среде. Но давайте ближе к делу. Я опять сидел в топе Ютуба, поблевывал изредка, и тут наткнулся на в топе Ютуба ролик с официального канала Павла Воли, называется «Большой стендап Павла Воли в Нью-Йорке». Думаю, ничего себе, жители США, избалованные Джорджем Карлином, Джимми Карром, Боб Бернамом, Луиси Кейм и кучей других маститых стендап-комиков, решили послушать Павла Волю. Нихрена себе. А потом понял, что это просто русскоязычное население, которое там живет, еще не выучило английский язык, и хочет, знаете, как за границей тоже, если вы приедете в караоке, и будут там русские люди, они будут обязательно петь русские песни, от которых вас в вороте. Там шансон всякий мерзопакостный. Вот это вот те же самые люди. Я их не осуждаю, они скучают действительно по родине. Павел Воля, собственно, собрал в зале больше тысячи человек и выдает им следующее. Я буду зачитывать шутки, связанные с политикой, потому что это мой профиль, остальное, что там шутил Павел Воля про корявые английские людей, ну, то есть оскорблял их просто из зала. Причем не смешно, как это Джимми Карр делает, а просто тупо. Ну, ладно, не буду про это, просто про политические его шутейки. Существует мнение, что между Россией и Америкой натянутые отношения. Правда? Непонятно. В России тоже непонятно, натянутые между нами отношения или нет. То есть Павел Воля на полном серьезе сравнивает отношения в США к России и отношения в России к США. В США, где про Россию говорят, ну, вот час перед выборами, когда кандидаты решили как-то усугубить свое влияние, показав, что, оказывается, Россия давит на выборы и там прочее, прочее, прочее. Путин на это среагировал, США, что банановая республика и прочее. То есть в США про Россию вообще слыхом не слыхивали и духом не думали ничего. Самое красноречивое, что можно было сказать о том, как США, американцы, видят Россию, это было показано в Сирии Гриффинов, когда приезжают семейства Гриффинов в Россию и там медведи на моноциклах. Это очень в точку, потому что в США срать хотели, как мы тут живем. Срать хотели. Абсолютно не знают, что у нас Путин. И все. Больше они нихрена про нас не знают. В то же время нам каждый вечер рассказывают про то, что же в США происходит. Как там загнивают несчастные. И не только про США, а про кучу стран еще. И те, и другие, говорит Павел Воля, ну то есть и США, и Россия, думают, что они друг друга натягивают, но это нифига не так, говорит Павел Воля и практически не ловит никаких аплодисментов. Павел Воля, дорогой ты мой человечек худосочный. Смотри, США уже давно натянули Россию. Потому что это мы торгуем нефтью за баксы. Потому что это у нас стоят в очередях люди за айфоном седьмым, который американская разработка собирается в Китае. То есть США вместе с Китаем нас вместе натягивают. Это США доминирующая экономика в мире, которая диктует остальным странам, как делать, как быть. Это США не дает нам вместе с сателлитами своими развивать Крым, потому что ввела санкция. То есть США нас натянули. 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 А мы не можем ничего ответить, США. Не можем. Мы не можем. У нас нет никаких возможностей, нет экономических рычагов. Я уж не говорю про военные рычаги. Ни о каком военном противостоянии России и США речи быть не может. Это смешно. Воевать со страной, у которой военный бюджет больше всех военных бюджетов всего мира. И постоянно растет госдолг США. Это означает, не что они влезают в долги, а то, что все страны мира верят в экономику США. И дают ей эти деньги бесконечно, так же, как и Россия. Поэтому, а Россия, а США чуть не дает ничего России. Только, наоборот, по попе нас лупят. Вот и все, что я хотел тебе ответить по поводу твоего, что США нас не натягивают. Извини. Мне тоже это не очень приятно, что нас натягивают. Но нас натягивают. Давайте дальше. Американцы понимают, что россиянам еще лет 200 не думать о новом президенте. Потому что там думают, что-то там придумают наверняка, как заморозить, разморозить. Там в это время пока подморозят Медведева, разморозят, опять разморозят, подморозят. Уже зал смеется, залу смешно. Сделают там какую-то схему. Мне тоже шутка понравилась. Я не говорю, что у Павла Воли очень плохие шутки были в этом стендапе. Просто, заметь, Павел Воля, ты сейчас шутишь про то, что у нас, собственно, никаких выборов нет. То, что Путин, Медведев просто сменяются, как это захочет Путин. И зал над этим смеется. Вдумайся в это, пожалуйста. Ты цитируешь Трампа. Если бы я хотел купить выборы, цитируешь Трампа, я бы давно купил выборы. Ёпта, тебе в Госдуму, чувак! Золотые слова! Раскрыл схему капитально! Говорит Павел Воля и срывает шквал аплодисментов. Павел Воля, молодец! Я только тебя могу похвалить за подобные шутки. Это здорово, хорошо, что ты понимаешь, как у нас Госдума работает, как она формируется. От души тебе аплодирую абсолютно. Мне кажется, Хиллари Клинтон, говоришь ты дальше, отменит продуктовые санкции сразу, потому что не может бабушка жить, чтобы кто-то был голодный. Павел Воля, я понимаю, в перерывах между употреблением энного порошка какого-то и беспрестанного шустрения как бы там спатриотизничать на Камеди Клабе, ты не в курсе, что продуктовые санкции ввела Россия. Это Россия запретила странам Запада некоторым, большинству. Привозить к себе продукты. Это из-за решения Медведева. У нас на полках магазинов сейчас лежит то дерьмо, что лежит упавшее низкое качество продуктов, отсутствие конкуренции в сельском хозяйстве, потому что когда монополисты в регионах уничтожают малые эти фермерские хозяйства, про африканскую чуму свиней уже рассказывал не раз, и про прочее, про все эти способы отжать у фермеров земли, вот все эти краснодарские фермеры на тракторах ехали, до Москвы думали, доехали, не, их из краснодарского края не выпустили, просто ДПСники и полиция, и ОМОН. Я про это тоже делал видео. Вот у нас благодаря этому всему дерьмо на прилавках магазинов. Вот такие дела. В чем еще дорогущее дерьмо? Дайте дальше. Две с половиной тысячи дней в среднем находится американский президент на посту президента. Ты говоришь, две с половиной тысячи дней, что это вообще такое? Вы представляете, для России что это за мерки? Мне кажется, и сейчас в снимании, сейчас как Задорнов, Путин две с половиной тысячи дней просто сидел в кабинете и думал, куда кактус бы поставить. Павел, мне кажется, вот после этой шутки твоя карьера на федеральном телевидении должна быть закончена. Потому что так жестко Путина на моей памяти никто не обсирал. Ты хочешь сказать, что Путин умственно отстал, и что он две с половиной тысячи дней сидит в кабинете и думает, куда бы кактус поставить? Серьезно? Ты думаешь, что у Путина нет огромного количества задач в течение дня? Не то, что это я знаю точно, я об этом читал неоднократно, но он отдыхает только по ночам и играет в хоккей. Да посмотри на него навалдает, человек не высыпается. И ты думаешь, что две с половиной тысячи дней, шутишь на эту тему, он сидит в кабинете и думает, куда бы кактус поставить. А ты мне, наверное, ответишь, что ты имел в виду, что Путин у нас бессменный, что он бесконечно сидит. Ну, это не лучше. Это не лучший вариант трактовки этой шутки. Ну и давайте дальше. Обама зарабатывает 436 тысяч долларов в год, говорит Павел Воля. Атас! Мне кажется, у него в России было бы прозвище волонтер. Бурный смех в зале. И я сам улыбнулся. Ну, действительно, 436 тысяч долларов в год. И ты поясняешь. Вообще не уровень. 436 тысяч долларов в год – это зам мэра Твери по строительству. Да и то не самый сообразительный, который не знает, как украсть. Слушай, ну ты просто сейчас подтянулся на уровень Семена Слепакова. С его песней про откат. С его песней «Путин очень страшный, я его боюсь». С его песней «А что, если нет? Что, если не вырастет цена на нефть?» Молодец, Паша! Я вижу, уже благотворно на тебя влияет, на твои псевдопатриотические вскукарейки, благотворно влияет переселение в Испанию. Возможно, когда получал визу в США, тебе тоже что-то показалось, что надо добавить. Молодец! Молодец, ты противопоставляешь очень правильно законническое строение государства в США и коррупционное строение государства в России. Молодец! Что там у нас еще осталось? Если бы в России разрешили марихуану, очередь в аптеку было бы видно из космоса. Невооруженным взглядом выстроились все бы в этот день. А в Америке все как-то спокойно, понятно. Ну, в Америке уже давно легализовали. В Штатах ты это говоришь до этого. Ну, то есть, и это тоже я поддерживаю твою фразу. Мне кажется, что куча молодежи перестали бы сосать пиво, сосать всякие алкогольные напитки с энергетиками. Это я тоже поддерживаю. Другое дело, что если вот об этой твоей шутке услышат РПЦ и прочее, тоже возникнут проблемы у тебя с попаданием на ТНТ и на кучу другого. Павел. И последнее. Не могу представить себе... Это просто... Вот... Просто потопчику обосрал Россию. Даже Новодворская им всегда так делала. Не могу представить себе американского комика в Екатеринбурге, чтобы он шутил, и не боялись выходить американцы из зала. Ну, это он говорит, что как здорово, что он в Нью-Йорке сейчас выступает перед чуть более чем тысячной аудиторией. Американцы ходили бы туда-сюда. И вот далее Павел Воля показывает, по его мнению, истинное лицо Екатеринбурга. По мнению Павла Воля, если из зала выходить будут американцы, пока там выступает американский комик, там будут их поджидать гопники, чтобы тут же кинуть на бабки. Нееееее. Ну, аплодисменты нашей великолепной родине, откуда мы все, завершаешь ты эту шутку. Это вообще в своем уме. Павел Воля. Если вы хотите посмотреть подачу, с которой все это произносилось, абсолютно отвратительную подготовку, неумение работать с залом, ну, то есть это стендап, ну, на уровне вот, когда я давал стендап и имел глупость, ну, просто это встреча с залом, да. Спасибо за внимание, жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. И вступайте в наш паблик «Сатира без позитива». Там куча актуальных по России новостей. Удачи! Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.